Меня зовут Закар Люкин Дмитрий, я эко-активист из Челябинска. Из Челябинска. Я вас хочу попросить, продолжите фразу. В Челябинске эко-активисты настолько суровые. Все. Нет, ну что, что они могут, я не знаю. Они просто очень суровые. Тотально. Вот у меня возникает такой вопрос. Каково это быть эко-активистом в Челябинске? Сурово. Если, будучи активистами где-то там 3-4 года назад, мы работали над своими вопросами и как-то добивались их, скажем так, реализации или улучшения состояния, практически без помощи, слава богу, и без сопротивления, то сейчас у нас выстраивается огромная машина, которая противодействует нам как активистам, как активностям общественным. Потому что мы становимся угрозой для интересов промышленников, может быть, каких-то властных структур и так далее, и так далее. Мы становимся неудобными, неуместными, мы собираем вокруг себя аудиторию возмущенную, которая требует изменений. Не все хотят меняться. Ну вот вы сказали, что это началось недавно. А почему недавно? До этого в Челябинске был чистый воздух, голубое небо? Да нет, конечно, у нас промышленное наследие, все про это знают, тут все нормально, всем все понятно. Проблема в том, что буквально несколько лет назад произошло заметное, скачкообразное изменение ситуации, в частности с воздухом. У нас много проблем с экологией, и это как раз те последствия промышленного нашего наследия. И вода, и отходы, в том числе радиоактивные, потому что Челябинская область – это чуть ли не столица ядерных технологий в России. И воздух. Все это потихоньку аккумулируясь и собираясь в одном месте, приводило к емкости заканчивающейся экологической. То есть сейчас уже вот, ну как бы, дальше уже некуда. Ну просто… Что произошло? Что произошло? Нарастало и наросло. Что произошло? Не только, во-первых, да. Но во-вторых, не только, потому что был скачок в цене доллара, за которым последовала цена на металл, на низко-качественный металл, который производится сейчас вот на тех вот предприятиях, которые давно уже работают у нас в Челябинской области, соответственно, резко увеличивалось количество производства этого металла и, соответственно, выбросов в атмосферу. А так как на старых предприятиях нет возможности модернизировать их сейчас, то есть нет для этого денег, да, то мы получаем увеличение производства и, соответственно, выбросов, но мы не получаем мониторинга, контроля и фильтрации этих выбросов. Ну да, это логично, потому что это, скорее всего, стоит отдельных денег, да, для производителя? Сумасшедших денег, совершенно верно. Это конкретно деньги. Вот там день включенных фильтров, там, до миллиарда рублей. До миллиарда рублей один день? Да, да, да. Это по всем заводам Челябинска или по какому-то одному? Это по одному даже. То есть это огромные деньги, это огромные деньги, и когда на повестке встает сопротивление, да, интересов, то есть мы хотим дышать, это значит, что мы не хотим этих выбросов. Кому-то нужны эти выбросы для того, чтобы производить продукт и экономить на его себестоимости, больше зарабатывать. Нет, с этим примерно все, достаточно просто сказать, что миллиард, миллиард в день, все, причем для одного завода. А у вас там Мечел, у вас там Челябинский, там, металлургический или механический и так далее. У нас их много, у нас очень много заводов в Челябинске. При этом ЧМЗ, губернатор у вас есть. Металлург, совершенно верно. Вот, и получается на пути этого, ну, мне кажется, это Молох, да, такой, Сокуровский Молох такой. На пути этого Молоха встают активисты. Примерно так, да. И дело в том, что вот именно накопившийся экологический ущерб для области, для города, для этой территории, он приводит к тому, что мы уже просто не можем, обычные жители, мы не можем терпеть это, то есть мы не можем с этим мириться. И дальше происходит следующее, что те, кто могут себе это позволить, уезжают. А если люди уезжают, то это люди с определенным достатком, может быть, зарабатывающие 100 тысяч и больше. Они увозят с собой налоги, они увозят с собой свои предприятия, они увозят свои таланты. Это огромный кусок будущего Челябинска уезжает навсегда. Приезжают другие люди из деревень, из Казахстана, из других регионов, но это качественно другая миграция, совершенно другое восполнение. Но они зато готовы работать на ЧМЗ. Совершенно верно, да, да, да. То есть, в общем, смотрите, еще раз, ситуация, миллиард в день у одного завода, кто-то там уезжает, да и ладно. Вот, зато приехали настоящие работяги, которые довольны, у них зарплата 22 тысячи рублей в месяц, они работают с удовольствием. То есть, на самом деле, получается, что вы стоите еще раз на пути, да? Вот насколько это стоять на пути Молоха в Челябинске? Ну, смотрите, опять же, важно понять, что мы не стоим на пути у бизнеса, мы не стоим на пути у здравого смысла, мы стоим на пути у экоцида. Это что такое? Это планомерное уничтожение экологической емкости города, которая, что важно, со временем влияет и на социальную сферу, потому что люди не могут с этим мириться, они уезжают. Так вот, каково это стоять на пути? Ну, вы знаете, мы на самом деле ищем пути взаимодействия. Наша задача решить проблему. Есть совершенно понятное количество там какой-то решений, которые во всем мире имеют место быть. Например, самое большое, радикальное, это перенос вредных производств. Сразу нам говорят, как это промышленное наследие, заводы здесь всю жизнь были, они всегда здесь будут, без этого никак, это там огромное количество тысяч рабочих мест, как мы их перенесем? Спокойно. Екатеринбург, Казань, Москва во всем мире есть. Опыт того, как заводы переносятся в Челябинск, заводы привезли по железной дороге во время Второй мировой войны. У нас не было этих заводов в таком объеме. Если их привезли, их можно и увезти. Другой вопрос о том, что они в таком виде как бы уже и не приедут, это и хорошо, потому что они будут модернизированы. Если это производство экономически выгодит целесообразно, пожалуйста, переезжайте, модернизируя. Причем мы не говорим, что заводы все, мы говорим о том, что вредные производства. Тут же начинает это невозможное, разрыв экономического и технического процесса. Ребят, мы научились запускать в космос ракеты. Мы сделали интернет и смартфон. Ну, я имею в виду человечество. Неужто мы не придумаем, как решить проблему с заводами и выбросами? Как этот технологический процесс? Ну, вы, в общем-то, вы сказали, это миллиард в день, да, все, проблема решается, но миллиард никто заплатить не хочет. Ну, условно, давайте так, миллиард, я не назову точную цифру, да, это условно что-то достаточно большое. Ну, да, ну, да, я тоже понимаю, что миллиард, конечно, но я думаю, не может это стоить все-таки миллиард в день, но я понимаю, что это дорого. Просто действительно выгодно. И вот второй такой вопрос, сейчас в Подмосковье начинаются мусорные бунты, которые, ну, по-настоящему бунты. Что-то случилось, вот как сказать, такое ощущение, что вдруг полохнуло везде, да, хотя и Челябинск был всегда, и мусорные свалки были всегда. Что случилось? Может быть, что-то еще, может быть, как-то это еще можно объяснить? Я это снова назову накапливаемым экологическим ущербом. Невозможно, к сожалению, избавиться от проблем. Вот в мире, в природе все так устроено, что все циклично. И, к сожалению, у природы нет другого метода обратной связи, кроме как последствия. Мы можем убрать на периферию этот мусор, просто из центра города его свалить куда-нибудь на окраину. И так как у нас пока места много, мы можем какое-то время про него забывать. Но все, что происходит в Москве, здесь увеличение количества людей, процессов, потребления, это такое системное накопление проблемы где-то там на периферии. Должен был настать тот момент, и он, собственно, произошел. Да, когда количество пришло в еще большую количество. Совершенно верно, да. И последствия стали заметны. Они были тогда. Просто теперь их концентрация стала совершенно другой. Больше того временной фактор влияет и на качество этих процессов. То есть те же органические отходы, которые находятся в составе вывозимых коммунальных отходов, имеют определенную, скажем так, временную линейку, в которой происходит процесс разложения. Вот, накапливаются, они разлагаются, метаногиднез, и все полетело. То есть вот оно так происходит. Вот так. То есть когда-то это было принято решение, когда-то все было в эту сторону сдвинуто. Время пришло. И теперь уже, да, практически какая-то история. Экоактивисты, это понятно. Я так понял, что вы приехали сюда, в Москву, с каким-то не презентовать, но рассказать про свой проект. У вас есть какой-то проект? Да, меня пригласили рассказать про проект экологической группы «Челябинск. Дыши». Проект общественного мониторинга за качеством воздуха. Это, ну, такой долгосрочный проект, я давно над ним работаю. Так, сейчас, эко-мониторинг. Во-первых, есть ли государственные службы, которые осуществляют эко-мониторинг? Они же есть? Безусловно, есть гидромет, у которого постоянно уменьшается финансирование, и, соответственно, количество стационарных постов, которые ведут замеры. Больше того, они не работают, они работают не всегда, больше, скажем того. Кроме того, что у гидромета сокращается количество их постов, они еще и не всегда работают. Есть Росприроднадзор, есть Министерство экологии. Вообще у нас в Челябинске 18 ведомств, 18 ведомств, которые занимаются вопросами экологии. Больше 2000 человек. Зачем нужны тогда эко-активисты и движение «Челябинск в дыше», если 18 ведомств этим занимаются? Да, и у меня хороший вопрос. Затем, чтобы ситуацию сдвинуть с места. Все эти ведомства занимаются тем, что действуют в рамках законодательства. И все. Они контролируют, они, грубо говоря, за деньги налогоплательщиков констатируют факт ухудшения экологических ситуаций. Все, что они делают, по сути сейчас это говорят, да, стало хуже. Или говорят, ну нет, на самом деле так и было примерно. А движение «Челябинск в дыше» действует по-другому? Да не в этом дело. Смысл в том, что люди просто, которые живут в городе, они не находятся в регламенте законодательства, в регламенте чиновника и его должностных инструкций. Мы хотим дышать. Чиновники тоже хотят дышать. Но они не могут этого сделать. Их за это увольняют за их гражданскую позицию. Мы, объединяясь в какую-то инициативную группу, добиваемся изменений в ситуации. Ну, значит, «Челябинск в дыше» – это не только мониторинг, но и попытка каким-то образом давить на вас. Группа «Челябинск в дыше» – это изначально группа, которая занимается одним конкретным вопросом. Улучшение качества воздуха. Все. Но в составе вот этой группы есть ряд проектов, которые как инструмент влияют на это изменение. Когда появилась группа «Челябинск в дыше»? Как примерно? В прошлом году, в апреле, в рамках моей экологической организации мы проводим форум экологический. И часть этого форума посвящаем теме воздуха. Обсуждаем какие-то моменты, приглашаем экспертов и выясняем, что никто из экспертов достоверно не может сказать, что происходит с воздухом, какой вклад заводов, какой малых предприятий, какой автомобилей. Эксперты спорят, дерутся, ругаются, но к единому мнению не могут прийти и не могут решить, что с этим, соответственно, сделать. Потому что мы не знаем, кто, грубо говоря, главный загрязнитель. Тогда мы собираем, я собираю группу людей, которые готовы прямо сейчас что-то с этим делать, изменять ситуацию. То есть не уже спорить, не на общественных площадках встречаться, еще что-то. А что-то конкретно. Каждый день, системно. В августе, в 31 августа 2017 года мы привозим своих детей из деревни в город, потому что им нужно идти 1 числа в школу. И там происходит, в городе у нас, газовая камера. Огромный смог, которым просто невозможно дышать. Для меня лично это стало поводом перейти в активнейшие действия. То есть до этого времени мы как бы встречались, что-то пробовали, думали. Но с этого момента я собрал команду, которая ежедневно, планомерно работает над этим вопросом. Вы привезли сюда проект. Проект. Расскажите про конкретный проект уже, технический, технологический. Самое главное, самое первое, для того, чтобы начать какие-то изменения в обществе или еще где-то, нужно понять реальную картину, что происходит. Собственно, мы этого не можем на данный момент иметь в теме воздуха в городе. Соответственно, я решил построить независимую систему мониторинга за качеством воздуха, которая в режиме реального времени будет показывать источники выбросов и шлейф их рассеивания. Это ключевое, независимая система мониторинга, которая состоит из бытовых газоанализаторов, которые находятся дома у меня, у вас, еще у кого-то. Сейчас, стоп, подождите, у меня не находится газоанализатор. Где вы взяли газоанализаторы? Мы их сделали, мы их разработали. Я как бы по... Да-да-да. Собрал группу инженеров, мы определились, что нам нужно фиксировать, контролировать, какой опыт есть в мире. Мы поняли, что нам не нужно мерить большое количество показателей, нам лишь нужно увидеть, где географически происходит концентрация вредных веществ, вот пик, вот рост. И нам нужно определить эту точку и время, когда это происходит, и куда оно, соответственно, рассеивается. Мы выбрали датчик, который нам поможет это сделать, выбрали какое-то количество этих устройств, их проверили, сделали это... Скажем так, мы построили архитектуру этого устройства и проверили какое-то количество датчиков. Выбрали наиболее лучшее, скажем так, надежное и, что важно, точное. На базе этих элементов построили устройство, которое сейчас распространяем среди населения. Себестоимость устройства? 3000 рублей. Так, 3000, уже хорошо. Да, смотрите, изначально мы думали... Подожди, сейчас техническое я хочу. Мне интересна техническая история. Они подключены к... Все очень просто. Во-первых, они подключаются в 220, вешаются за окно, через ваш домашний роутер подключаются к интернет и в автоматическом режиме шлют информацию на сервер, где вы в первую очередь видите, что у вас происходит за окном. Вы можете оценить качество воздуха за вашим окном, будь то на предприятии, дома или еще где-то. И вместе все эти устройства создают общую карту загрязнений. И карту вы держите на сервере, то есть вы ее как раз администрируете, эту карту? Да, это независимая карта. Мы ее подгрузили к нашему сайту Челябинск Дыши, и там вот эта карта находится вот сейчас прям. Сколько сейчас устройств примерно работает? Сейчас у нас на карте 5 устройств, и вот в ближайшее время мы заказали элементную базу и будем готовы развернуть 100 устройств. Цель – 1000 устройств на город Челябинск. Это то количество устройств, которое обеспечит нам должное покрытие города. Юридическая сила это не имеет. Вы меня не надеетесь. Мы изначально… Кстати, да, это правильный вопрос. Изначально мы не делаем это как инструмент, который бы был легитимным в суде. Нет. Но при этом мы работаем с нашими надзорными органами и даем им эту информацию в качестве блока, который они в своей доказательной базе используют. То есть они, грубо говоря, берут слоями, накладывают на карты какие-то свои данные и нашу как сопутствующую или сверяющую ситуацию используют. То есть мы как элемент помощи здесь надзорным органам включаемся. Но как самостоятельно, конечно же, нет. Задача другая. Но есть шанс, что… Вот смотрите, сейчас мы опять возвращаемся к этому миллиарду, золотому миллиарду, условному миллиарду. То есть вы вредите, вы вредители Челябинску точно, потому что Челябинск – это металлургические и так далее, это заводы, и вы у них вы вредите. А вот теперь самое интересное. Кто-то стоит на вашей стороне. А вот теперь самое интересное. Самое интересное. Про то, что мы вредители для Челябинской области и так далее. Все сводится к разговорам о том, что первое – заводы закрыть нельзя, это же люди налоги. И, внимание, налоги. А Москве, города, ну, надо честно признаться, нужны только налоги и в определенный момент электорат на выборах. С выборами все понятно, они прошли налоги, которые нужны Москве. В консолидированный бюджет области поступает 3% налогов от этих предприятий. То есть общий вклад этих предприятий промышленных – 3%. Все остальное собственниками уводится в офшоры. Они не дают большого вклада в налоги области. Ну, значит, вы вредители для этих людей. Понятно. Мы не вредители. Давайте так, мы катализаторы изменений в их бизнесе. Потому что мы их заставляем развиваться. Если они хотят оставаться в бизнесе, им придется что-то с этим сделать. Им придется поставить фильтры. Им придется модернизировать производство. Наилучшие доступные технологии включить. Неважно. Просто пока никто не сопротивляется тому, что происходит с воздухом, все остается на своих местах. Мы являемся катализатором изменений в городе. И в том числе для их бизнеса. Кто-то стоит на вашей стороне. Жители? Из органов. Губернатор. За вас. Нет? Я не знаю. Я спрашиваю. Хороший вопрос. Губернатор говорит о том, что он за позитивные изменения, за улучшение экологической ситуации. Но вот он и не там, а еще хуже становится. К сожалению, я даю прогноз пессимистичного сценария, в котором ситуация в городе ухудшается. Потому что активные, талантливые люди уезжают, которые могли проявлять свою позицию гражданскую, они просто уезжают. И остается меньше тех, кто возмущается. Меньше вот этих элементов катализатора. Понимаете? И это приводит к тому, что меньше людей возмущается, больше выбросов. И снова по кругу. Ну, понятно, да. С тем, что все плохо, мы уже поняли. Давайте теперь все-таки про то, что хорошо. Вы собрали, молодцы. Что, как сказать, во что это может трансформироваться? Это может лечь на общую, на Россию, на всю? Да. Если 3000 себестоимость одного прибора. Совершенно верно. Это ключевой момент. Мы не являемся некой такой организацией или группой, которая поставила свои датчики и что-то там контролирует. Нет. Мы делаем так, чтобы население, человек конкретный, житель города, был собственником, владельцем этого устройства и получал в первую очередь результат для себя. То, что у него за окном он видит. И оценивает ситуацию, то, что влияет на него и его детей. И, в общем, складывает в карту ситуацию в виде тепловой карты, концентрации вредных веществ. Но изначально эту систему мы разрабатывали так, чтобы она была модульной. И, грубо говоря, для Челябинска есть актуальность измерения одних показателей, а для Ярославля и Москвы других. Те же самые летучие органические соединения. То есть мы у себя меряем частицы 2,5 микрометра, и нам этого достаточно. Ну, также ЦО и оксиды азота. Нам этого достаточно. А для Москвы и регионов, где проблемами является химическое производство или мусоросжигательные заводы, то там ароматика в воздухе. Ну, в смысле, это химические соединения, органические вещества, бензолы, бензопирены и так далее. Это все органика в воздухе. Они меряются другим датчиком, который мы просто ставим в это же устройство, и оно работает вот в Москве. И составляет карту для Москвы. Есть вероятность, что вы станете просто социально ориентированным бизнесом, что вы поставили, вы запатентуете и начнете на этом просто зарабатывать какие-то деньги? Я вам скажу даже больше. У нас была одна из идей того, как сделать это масштабируемым. Это должно быть чем-то устойчивым самостоятельным. Сейчас мы, грубо говоря, финансируемся за счет приобретения этих устройств населением непосредственно, человеком. То есть мы как бы особо не зарабатываем, но и не тратимся. Потому что человек заказал это устройство, мы его элементную базу закупили, собрали устройство, отдали человеку, полностью готовое. Он только в 220 воткнул, прописал через телефон, подключился к Wi-Fi роутеру, повесил за окном, все работает. И это его уже устройство. И чем больше таких людей, тем красивее и точнее карта получается. Но у нас есть видение того, что как было бы круто, когда открываешь, например, Яндекс.Пробки или Яндекс.Погода. Сегодня 12 градусов, ветер южный, качество воздуха 3 балла. Круто, конечно, это замечательно. Только не для челябинских металлургов, понимаете, не для владельцев предприятий. А от них это не зависит. Потому что... В этом и прикол. От них это не зависит. Это зависит от населения. От населения. Нет, вы хотите... Я так понимаю, что если бы вы могли выйти, например, на Яндекс, предложить Яндексу, что... Да, мы уже готовы им предложить эту разработку. Да, и так далее. Вот. У меня есть подозрение сильное, что Яндекс может отказаться. Именно поэтому, совершенно верно, на Яндекс можно влиять. Да, на Яндексе есть очень высокий уровень политического давления. Те же вот истории с Роскомнадзором и всеми, кто что-то делает, да? Я это понимаю. Поэтому наша система остается независимой. Именно поэтому за счет распределенности, ответственности у каждого человека отдельно, она остается независимой и абсолютно практически не подвержена влиянию. Ну, давайте помечтаем. Значит, вот ситуация вдруг немножко чуть-чуть поменялась. Вы можете действительно развернуть и производство, например, в Челябинске, в том же этих датчиков, подключенную всю эту историю, развернуть, чтобы покрыть всю Россию? Да, без проблем. Если, например, захочет, да? Да, да. Если найдется такой агрегатор, который захочет покрыть всю Россию, у нас технология готова. Мы ее почти полтора года отрабатывали, выбирали эти устройства, прописывали коды и так далее, и так далее, как раз для того, чтобы в любом городе, любая инициативная группа, в первую очередь, могла сказать, ребята, давайте запустим нашу, там, Ярославскую сеть мониторинга и, там, Пермскую сеть мониторинга, или, там, Волоколамскую сеть мониторинга. Все, что для этого нужно, закупить эти устройства. Ну, естественно, там, со своим региональным элементом, там, вставить вот этот датчик или вот этот датчик. Все, без проблем, мы это сделаем. А вас писали центральные СМИ о том, что у нас есть, у нас есть Дуров, который сделал Телегрест. Он сначала сделал ВКонтакт, ВКонтакт пропал, он сделал Телеграм, поднял, он фактически наш Стив Джобс, да, такой? Ну, да. Вот, вот сейчас мы знаем судьбу Дурова. Вот вы тоже своеобразный, да, там, Кулибин. Ну, то есть, это же действительно 3000, да, если это... Да. И люди сами заинтересованы, они сами покупают все эти приборы, чтобы... и при этом они же подключаются, они тем самым создают эту карту. Да. Кто, где, где у нас Вести, второй канал. Вы знаете, мы только-только выводим эту информацию в общественное пространство. Причем я как бы еще и не планировал пока об этом особо рассказывать. Меня вот вам по секрету, потому что очень сильно попросили, потому что вот только-только сейчас это запускается. Допустим, следующий этап для Челябинска, мы уже будем собирать какую-то, ну, не знаю, там, может быть, краудфандинговую платформу для широкого распространения первой, там, сотни или, там, двухсотни этих датчиков. Вот. Следующий этап – это уже подготовка для вот всех остальных. То есть, мы пока еще особо не анонсировали. Это для вас первое большое развернутое интервью по этому проекту. Редактор субтитров А.Семкин